привет вами снова домашняя кулинария сегодня мы с вами будем готовить торт мороженое это конечно не настоящий торт мороженого он ничем не уступает для этого нам пригодится сливки 10 500 миллилитров нам пригодится вот такие безешки которые мы с вами готовили на нашем канале ссылку на приготовление я оставлю под видео нам пригодится чуть-чуть сахара мы будем добавлять очень мало потому что у нас беже беже очень сладкая и нам нужна будет клубника у меня сейчас заморожена клубника вы можете ее заменить на любой фрукт это может быть банан может быть другие ягоды а также нам пригодится вот как пряность этого не что мы для начала делаем мы сначала взбиваем сливки сахара а потом я вам покажу сюда в нашу миску поместила наши сливки я уже я уже взбила вместе с сахаром я добавила сюда 3 столовые ложки сахара на пол литра сливок вот я сейчас взбила наши сливки надо взбивать до образования узора на поверхности сделать так чтобы их не перебить чтобы они не пригласить масло значит это вместе с сахаром и добавляю сюда ваниль но ваниль я добавляю мало потому что у меня безе также с ванилью приготовлен и все и почти наше мороженое готово что я сейчас делаю я сюда наши клубники и буду успевать вместе с клубника минуты две три во первых чтобы сока было много в нашем торте но и при том чтобы ягодки не были повреждены вот такая розовая приятная сладкая масса очень похожая на мороженое а теперь мы сюда будем ломать вот наши вот безешки значит здесь у нас вот так крупными кусочками ломаем здесь у нас получится очень интересная текстура мягкого с хрустящим мы когда будем есть наше мороженое у нас там в зубах будут хрустеть наши безешки все получается очень вкусно интересно десерт своеобразный очень иногда можно даже этот десерт использовать на праздничный стол мы с вами это безе на нашем канале готовили белки с сахаром и ванилью больше здесь ничего нету и вот так потом все это перемешиваем сейчас я вот все безешки поломаю и перемешаю все безе уже поломала быстро смешала безе имеет свойство поглощать влагу и он становится очень мягким чтобы этого не произошло нам надо будет быстро вот это вот пока он не стал мягким мы берем значит откладываем наши берем вот какую-нибудь форму форма может быть любая она может быть квадратная круглая удлиненная обязательно вот так пищевой пленкой ее обворачиваем и сюда наш торт после чего мы помещаем его в морозилку ну минимум на два часа так чтобы он весь был прям похож на торт мороженое наш весь наш торт мы поместили форму и все это вот так вот все это сейчас покрываем пищевой пленкой и посылаем в морозилку на любой праздник и дети и взрослые будут в восторге от такого десерта вот так мы покрываем наш десерт и посылаем в морозилку после того как он будет готов мы его можем оформлять по желанию можно безешками можно клубникой можно даже с шоколадом когда будет готов я вам покажу как он меня пользует прошло больше двух часов как мы оставили наш торт в морозилке вот мы его сейчас снимаем вот так вот и освобождаем от пищевой пленки после чего мы ее можем оформлять на свое усмотрение вот у меня остались безешки вот у меня здесь клубника есть правда замороженная но она отойдет и вот у меня в кондитерском мешке шоколад обыкновенный черный шоколад просто я его подогрела на водяной бане ну а теперь мы его будем оформлять на свое усмотрение вот так вот выглядит наш торт вот так вот и начинаем его украшать мы начали оформлять шоколадом а также я вот на безешке вот так шоколад немножко как скрепляющая как клей и могу вот так сбоку прям наши безешки и вот так у меня их 7 штук я все 7 штук буду их скреплять вы можете оформлять на ваше усмотрение как вам это нравится а в середине я сделаю клубнику с шоколадом а также я шоколадом могу делать вот такую просто сеточку я повторюсь конечно но оформление произвольное все что у вас есть под рукой вот так вот сделаем сеточку и оформим клубнику такой торт мороженое у нас получился красивый нарядный и очень вкусный я обязательно покажу как он выглядит в разрезе а теперь готовьте наслаждайтесь приятного вам аппетита ставьте лайки не забывайте подписываться на мой канал с вами всегда ваша домашняя кулинария пока пока